В день памяти святого благоверного князя Александра Невского митрополит симбирский новоспаский Лонгин совершил божественную литургию во временном деревянном Александра Невском храме. После богослужения состоялся чин освящения колоколов для строящегося рядом одноименного храма. В событии приняли участие первые лица области и города. Наша история неожиданно связана с его именем. Он сделал очень много для сохранения культуры, традиций и христианских ценностей русского народа. Временный деревянный храм был построен в 2010 году. Сегодня его размеры не позволяют вместить всех прихожан. В прошлом году началось возведение большого каменного Александра Невского храма. 6 декабря прошлого года был совершен чин его основания. Как отметил глава администрации Засвиярского района города, храм строится на глазах. Хотелось бы сказать всем жителям и всем, кто помогает строительству, слово огромной благодарности за поддержку, за финансовую поддержку, помощь. И хочу напомнить, что ни рубля с бюджета на строительство храма Александровского не потрачено. Это тоже имеет значение. Люди объединились вокруг строительства, и это для нас очень важно. По словам митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина, несмотря на сложные обстоятельства времени, за строительный сезон храм практически завершен. Благодаря поддержке власти, губернатора, благодаря меценатам, которые собрались вокруг этого строительства как-то очень удачно, нам удается делать то, что делается. Это, конечно, большая радость. Мы благодарим Бога за то, что он отверзает сердца людей, которые готовы вот так помогать строительству этого храма. Всего было освещено 12 колоколов большой звонницы. Самый большой весом свыше двух тонн. Все колокола были изготовлены в Тутаево Ярославской области. О дальнейших этапах возведения храма рассказал его настоятель, протеерей Сергий Ефремов. И уже по весне мы подключим котельный. Котельный, который у нас строится отдельно, тоже оборудование приобретается. Потихоньку, слава Богу, если Богу будет угодно, на следующий год мы завершим шукатурные работы. В осени, дай Бог, строительные работы закончатся. Останутся отделочные работы, именно роспись. Если Богу угодно, будет в 2024 году осветим. По словам настоятеля храма, после Нового года планируется закончить монтаж кровли строящегося храма, провести электричество, вентиляцию, систему отопления. А пока службы будут проходить во временном деревянном храме. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Управда ТВ.